Что для вас значит любовь? Любовь для меня это взаимопонимание, поддержка и секс. Что для вас значит любовь? Ну, это тяжело объяснить словами, потому что это то, что ты чувствуешь сердцем. Тут не объяснить слова. Ну, любовь – это пеклование, любовь – это верность. Ну, в целом, это прекрасные почутки. Что-то, наверное, большое чувство такое для людей. Ну, это очень классно, конечно, но хотя у меня такого не было, я как-то не могу описать, потому что не было такого. Любовь – это взаимопонимание, абсолютное доверие. Вот это вот для меня любовь. Любовь – это такой сложный вопрос. Ну, у каждого она по-разному ассоциируется. Ну, трудно, наверное, ответить. Я живу с парнями. Ну, не знаю, любовь – это, наверное, когда ты нуждаешься в человеке. Ну, в одном слове любовь – это и уважение, и ценность, и взаимопонимание, и чувство. Поэтому для меня любовь – это в первую очередь доверие между людьми. Знаете, есть такой, скажем, проверяющий фактор, когда человек стоит, один, а второй – сзади. И второй, который сзади, говорит, падай. И он держит при этом. Ну, вдруг упадет, он поддерживает. Потому что если падаешь и доверяешь, то, как бы, в первую очередь доверие – это любовь. Потом, скажем так, когда ты человека принимаешь таким, какой он есть. Любишь и плюсы, и минусы, все его недостатки, и хорошее качество. Ну, поддержка друг друга, забота, помогать один на другу. Ну, понятно. Ну, любовь для меня – это что-то незвычайное, потому что, когда люди любят один одного, они готовы на много безбашенных отчинок. Хорошо. Любовь – это взаимопонимание между двумя людьми. Да, они поддерживают друг друга, понимают и становятся вдохновением друг для друга. Любовь для меня – это такое чувство, которое дарит счастье. Человеку дарит доброту, делать кому-то что-то доброе, помогать. Ну, любовь – это очень крутое слово. Ну, наверное, счастье какое-то. Для меня это очень светлое, искреннее чувство. Возможно, это поддержка, взаимопонимание, уважение друг к другу в первую очередь. Вот и всё. Любовь. Эти ванильные отстатки. Ну, любовь – тогда есть взаимоподдержка, есть... Не знаю, нам вообще лучше любовь, и тогда дружба перерастает. Тогда есть взаимопонимание. Выбор, который совершается каждый день. То есть, не единоразовая акция. Если ты сказал человеку, что ты его любишь, то эту любовь надо культивировать в себе до конца жизни. Хорошее отношение с человеком, чтобы он не нравился, было взаимопонимание, чувство, искра. Ну, мне кажется, любовь нельзя описать только конкретно какими-то словами. Для каждого человека это что-то своё, и каждый для себя находит индивидуальный какой-то смысл в этом. Ну, в первую очередь, это взаимопонимание и поддержка. Любовь – это певное отношение до людей, явлась, речей, якая тягнет за собою привязку до них и пожаня в работе их красками. Любовь – это то, что делает нас сильнее, так просто. Любовь – это, в первую очередь, доверие для меня, я считаю. Любовь – это чувства, эмоции, внимание, ну, это много людей. Ну, как совместить меня за слова? Вместить. Вместить, вместить. Любовь для меня – это какие-то возвышенные искренние чувства, которые означают уважение к другому человеку, заботу. Ну, самые прекрасные чувства, которые есть, наверное. Ну, как сказать, указываю, это как-то свое понятие. Любовь. Любовь – это светлое чувство и взаимопонимание с человеком. Любовь – ой, ну, это вообще такое прекрасное чувство, ну, там, когда взаимопонимание между людьми, доверие. Когда для тебя человек – это такой кусочек маленький тебя, ты без него не можешь, ты о нем думаешь. И человек точно так же выкладывается для тебя. Любовь – это взаимопонимание, уважение. Все, все.